Рисование на песке, интеллектуальные игры и даже мафия. В Магадане провели библионочь. Мероприятие прошло в областной юношеской библиотеке. Главной темой акции стал космос. Каждая площадка – отсек космического корабля. Для гостей организовали квест по секциям. Акцию провели в соответствии со всеми санитарными нормами. Каждая площадка предполагает определенное количество людей, которые могут одномоментно находиться. Где-то это будет 5 человек, где-то это будет 10 человек. Но все требования и правила у нас соблюдены. Площадки будут сменять, то есть один поток будет сменять другой. У нас между потоками будет промежуток, полчаса, когда будет произведена определенная обработка и проветривание для того, чтобы не подвергать опасности всех присутствующих. Тема квеста – также космос. Состоял турнир из разных заданий. Основной упор отмечают организаторы на интеллектуальные вопросы. Кроме того, участники могли собрать конструктор, что развивает моторику, а также потренировать свое внимание. Всего более 10 заданий. Очень много разных заданий, которые в совокупности, если человек пройдет, а у нас их более 10, то он, во-первых, получит звание как бы самый умный сегодня, во-вторых, приобретет некоторые умения, навыки, которые, я думаю, помогут им в дальнейшем. А так мы за то, чтобы люди читали больше, посещали библиотеки и помнили, что все зависит от нас. Надо развивать себя и развивать интеллект, и тогда все профессии, в том числе, может быть, и космонавтика, покориться всем. Гости «Библия ночи» могли даже порисовать 3D-ручками в секции из плоскости в пространство. Как отмечают организаторы, занятие – это несложное, новичок с легкостью справится. Один рисунок занимает около 10-15 минут, а для опытных художников сотрудники подготовили шаблоны посложнее. Мы учим всех всему с нуля, начинаем с простых рисунков, и если к нам придет, допустим, какой-то более опытный человек, мы также готовы предоставить ему более сложные шаблоны и начать с ним что-то делать, действительно, переходящее из плоскости в пространство. Еще одной популярной площадкой стало рисование на песке. Эта методика хороша для развития моторики, рассказывают специалисты. Нарисовать космос несложно. Несколько легких взмахов рукой – и картина готова, отмечают организаторы. На самом деле, эта площадка очень популярна. Даже пришлось сократить время нашего сеанса с 20 минут до 10 или 15, потому что очень много желающих. Буквально и взрослые, и дети действительно хотят принимать участие в этом, потому что это интересно. Гости «Библионочи» с интересом проходили все секции. Кто-то с удовольствием рисовал, кто-то играл, а кто-то отвечал на вопросы квеста. Посетители отмечают, что мероприятие им понравилось. Мне кажется, здесь будет все интересно, потому что на первый взгляд пошел в 3D-ручки, и это очень интересно. Для новичка это большой опыт, потому что не каждый может позволить себе ручками рисовать. Но мне кажется, здесь все будет интересно. Вообще, на данном мероприятии мы первый раз с детьми пришли из ДЮЦ, Центра дополнительного образования Братина. Мы, в принципе, сами проводим квесты игры на эту тематику, к однию космонавтиков. Когда мы узнали, дети очень загорелись. И вообще, в принципе, сценарий этих мероприятий. Мы были в восторге, и дети прямо отсюда уходить не хотят. Для меня наиболее интересным показалось это рисование 3D-ручками. Но я еще не все станции прошла, поэтому с интересом прохожу. Мы посетили игру настольную большую такую. Типа там фишечка надо ставить. Да, и еще мы посетили песок. И нам больше всего понравилась игра, которая типа фишечка. Кидаешь кубик, и там вопросы задаются, и ты должен на них отвечать.